Здравствуйте, меня зовут Екатерина Буранова и мы продолжаем серию эфиров для абитуриентов, которые хотят поступить в наш институт. Сегодня у нас в гостях эксперты института математики и имени Николая Лобачевского, Казанского федерального университета. У нас приглашенные гости, я вас представлю, Аркадий Александрович Попов, заведующий кафедрой геометрии, Сергей Владиславович Маклецов, доцент кафедры теории функций и приближений. И Александр Анатольевич Бибик, ответственный секретарь приемной комиссии КФУ. Добрый день. Абитуриенты, напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы о поступлении в нашей группе ВКонтакте КФУ. Ну а мы скоро начнем отвечать на эти вопросы, но сначала я вам передаю вступительное слово. Начну говорить я, у нас есть презентация. Сегодняшний столайф будет посвящен подготовке студентов, магистров, может быть, не кочнемся темы и аспирантов на отделении математики Института математики и механики КФУ. Вот посмотрите, пожалуйста, на эту презентацию. Первый слайд здесь. Это структура нашего института, на котором есть три отделения, одно из которых это отделение математики. Это отделение, которое, собственно, порождено такой классической, собственно, изначальной темой исследований, которое всегда было в Институте математики и механики. И это отделение, как вы можете видеть, состоит из пяти кафедр. Это самое большое в этом смысле отделение. Кафедра алгебры монотеопатической логики, кафедра геометрии, кафедра математического анализа, кафедра теории функций приближения, один из представителей которых присутствует здесь, ну и кафедра общей математики, которая занимается подготовкой общематематических дисциплин на других факультетах и институтах, и о которой сегодня я буду говорить, к сожалению, меньше. На этом слайде вы можете видеть основные цифры, которые касаются приема этого направления подготовки. Значит, у нас есть два направления. Это на математическом факультете, на отделении математики, это, собственно говоря, направление математика с профилем математика в цифровой экономике, и направление математика и компьютерной науки с профилем наукоданных. Вот цифры вы, наверное, сможете, и у вас будет иметь возможность посмотреть более подробно, поскольку, я надеюсь, эту презентацию более подробно вы в дальнейшем увидите. Ну, а пока я скажу, что основные экзамены, которые вы должны будете сдать, если захотите поступить к нам, это вот на первое направление, это на математику в цифровой экономике, это математика, физика и русский язык, как всегда. Ну, а вот на направление математика и компьютерной науки, это математика, информатика, опять же, русский язык. Вот здесь в скобочках указаны проходные баллы прошлого года. Это, конечно, не означает, что они такими же будут и в этом году, ну, это какой-то ориентир для вас. У нас есть магистратура, и это достаточно такая важная часть нашей работы. На отделении математики, опять же, два направления. Это математика с двумя профилями. Тут прием 30 мест, это достаточно много. Один из противелей — это геометрия, которую представляю здесь я, поскольку я заведующий кафедрой геометрии. Профиль называется геометрией ее приложения. Может быть, я об этом скажу более подробнее. Ну, и еще один профиль — это анализ на многообразиях. Ну, такой более классический, так сказать, такая специальность, связанная с математическим анализом, алгеброй. Там есть, конечно, и геометрические дисциплины тоже. Ну, и профиль математика и компьютерной науки. И здесь одно направление — методы математического моделирования и алгоритмического моделирования общенаучных и приглашенных задач. И так же статистические методы науки о данных. И там 20 мест. Ну, то есть 30 и 20 — это достаточно много. То есть вот такие возможности у нас есть. Несколько слов о той вот специальности, которая называется математика в цифровой экономике. Значит, о чем идет речь? Понятно, что нашему, нашей стране, нашему миру нужны люди, которые обладают возможностями проводить некоторый анализ, ну, например, в банковской деятельности, в страховой деятельности, в задачах решать задачи оптимизации, задачи логистики. И вот то, о чем идет речь, то, чему те компетенции, которые приобретают наши бакалавры, учащиеся вот на этой специальности, это как раз вот об этом. Понятно, что, например, людям нужна возможность, ну, совершенно такие нормальные задачи, как платить безопасно в интернете. Это связано с некоторыми проблемами, математическими задачами сложности. Вот в каком-то смысле такие задачи уже решены. Ну, понятно, что это направление не будет оставаться таким, как существует всегда. И заниматься математическими основами таких задач, это мы готовим, собственно говоря, специалистов, которые могут это делать. Поэтому, на мой взгляд, это весьма и весьма перспективное направление вашего обучения. Можно только, так сказать, позавидовать тем, кто успешно закончит это направление. Кроме того, вот я уже упоминал задачи логистики. Это тоже понятно, что совершенно необходимая в нашей жизни проблема, решение которой, для решения которой, вот, на решение которой, собственно, направлено обучение в рамках этой специальности. Стандартные цифры. Четыре года обучения в бакалавриате. Я уже говорил о вступительных экзаменах по математикам и русскому языку и физике. Приобретаемая специальность — это бакалавр по направлению математика. Ну, а о карьерных перспективах я уже, в частности, упоминал. Ну, вот это, как здесь вы можете видеть, это карьера разработчика автоматических линий производства, карьера аналитиков в банковской деятельности, в брокерской деятельности, карьера в логистике. При этом надо понимать, что если вы поступаете на ту иную, так сказать, работу, то, скорее всего, выпускник нашего института будет работать в каком-нибудь аналитическом отделе. То есть, если вы работаете в какой-нибудь логистической компании, то понятно, что вы будете скорее не не комбинежером, который конкретно ездит и что-то там разводит. Вы будете заниматься анализом математических проблем, связанных с работой данной логистической компании. Здесь вы можете видеть в основном те предметы, опять же, не все, но основные предметы, которые вы будете изучать. При этом тут сразу можно прокомментировать это таким образом. Первые два курса содержат достаточно много таких стандартных и на самом деле необходимых для дальнейшего курса что-нибудь типа мат-анализа стандартного или аналитической геометрии, линейной алгебры. Ну и начиная с третьего-четвертого курса дисциплина становится более специализированной и направленной на получение тех компетенций, о которых я говорил выше. Вот возможные варианты трудоустройства. Понятно, что тут приведены не все фирмы, в которых работают наши выпускники, но тем не менее они дают некоторое представление о том, где могли бы работать эти самые выпускники. Вот, например, РЖД. Понятно, что работая в РЖД вы не будете, как я уже говорил, работать ни проводником, ни заниматься паровозами. Скорее вы будете работать в некотором аналитическом отделе, который занимается оптимизацией, логистикой и прочим-прочим некоторыми задачами, связанными вот с вашими полученными компетенциями в области математики, аналитики. Вот о другой специальности, которая называется математикой компьютерной науки с профилем наукоданных, я, наверное, попрошу рассказать представителя кафедры, который, во-первых, достаточно много курсов читает для этой специальности, а во-вторых, выпускные эквалипсионные работы, которые там пишутся, они осуществляются под руководством представителей именно этой кафедры. Поэтому, Сергей Владиславович, вам слово. Спасибо. Ну, направление математика и компьютерной науки — это относительно, можно сказать, молодое направление, но по сравнению с направлением математика возникло не так давно, но оно достаточно у нас современное, интересное и востребованное. И, как видно из названия этого направления, оно совмещает в себе как изучение большого количества математических курсов, так и курсов, связанных с компьютерными науками и программированием в частности. Соответственно, профиль на этом направлении у нас один, называется он «Наука о данных», и выпускники нашего направления могут пойти потом работать в таких областях, как исследование искусственного интеллекта, создание, соответственно, компьютерных приложений современных, которые требуют не только навыков технического программирования, но и умение решать достаточно сложные математические задачи. Выпускники могут заниматься созданием рекомендательных систем, систем поддержки принятия решений. Также у нас могут выпускников заинтересовать карьера в области машинного обучения. В частности, такая область также может быть интересна, как система компьютерного зрения, современное направление. Это области, связанные с работой искусственных нейронных сетей. В частности, у нас очень много курсовиков и выпускников нашего института пишут у разных преподавателей курсовые и выпускные квалификационные работы, связанные вот с этой тематикой. То есть создают собственные нейронные сети для решения трудно формализуемых каких-то математических задач, для которых стандартные приемы и методы применять бывает достаточно сложно. Но сейчас это очень модное, довольно популярное направление, которое у многих, я думаю, на слуху. Ну и также карьера в области больших данных может быть построена нашими выпускниками. Соответственно, большие данные подразумевают, как вот видно на слайде, который сейчас на экране, использование познаний в области компьютерных наук для сбора, хранения, защиты и обработки огромных объемов информации. Значит, также здесь вот на слайде у нас приведены список курсов, которые будут изучаться в рамках данного направления. Ну, технология здесь, в принципе, такая же, как на направлении математика. То есть на первых двух курсах в основном читаются дисциплины общего характера, как математические, так и компьютерные. Значит, наши студенты изучают множество различных языков программирования, в том числе в рамках дисциплины учатся программировать. Ну, вот на слайде, значит, в левом верхнем углу как раз список изучаемых языков и сред разработки приложений здесь приведен. Студенты познакомятся как с классическими языками программирования, такими как C-Sharp или C++, так и более новыми и современными языками программирования, такими, например, как Kotlin. Также будут даны какие-то сведения о языках, которые можно использовать в веб-разработке. Работе с базами данных посвящены отдельные у нас курсы по выбору, которые в основном начинаются уже на третьем-четвертом курсах. Это язык программирования R, это язык для обработки, опять же, статистических данных и так далее. Ну, и опять же, на слайде также приведены возможности трудоустройства. Здесь можно видеть, как специализированные компании по программированию, работа которых связана именно с программированием, например, Барскрупп, ICL, банки. Ну, и, конечно же, понятное дело, что какие-то некоторые наши выпускники при желании могут, продолжая свою учебу после бакалавриата еще в магистратуре и переходя в аспирантуру, также в дальнейшем остаться, может быть, в стенах нашего Казанского университета и продолжить свою деятельность здесь. А в магистратуре, вот, кстати говоря, тут вот есть слайд, который я бы хотел прокомментировать. Есть вот такие две специальности, хотя их трудно, наверное, назвать под специальности. Это просто некоторые направления, связанные с той или иной деятельностью преподавателей этой кафедры, которые, значит, вот осуществляют свои работы либо вот в направлении технологии сбора и защиты информации, либо в области обработки сигналов и изображений. Ну и кроме того, вот посмотрите, пожалуйста, если у вас будет такая возможность более подробно на тему выпускных эквалипционных работ, я надеюсь, это даст вам представление о том, в какой области вы можете специализироваться после окончания вот этого бакалавриата. Ну вот, пожалуйста, например, я вот прям сразу смотрю, последняя строчка – это определение краткосрочных трендов котирования ценных бонамат на основе исторических данных и текущего новостного фона. Понятно, что речь идет о бизнес-аналитике, брокерской деятельности. В общем, такие компетенции вы сможете приобрести, если вы будете учиться на этой специальности. Следует отметить, что в Институте математики и механики есть вот то, что называется научно-образовательный математический центр, это некоторая структура поддерживания правительством Российской Федерации, которая дает некоторые финансовые научные возможности для вашей учебы. Дело в том, что, вообще-то говоря, вы должны осознавать, что Казанский университет, если вы, конечно, занимаетесь некоторой научной деятельностью, он дает вам, например, раз в год поехать на какой-нибудь конференции, оплатит вам проезд и проживание. Главное, чтобы вы не забывали, что некоторая научная деятельность, такая инициативная деятельность приветствуется в рамках нашего института. И если, начиная, например, с третьего курса, вы просто по программе должны писать там курсовую работу, а потом выпускную, коэффициентную, то, в общем, если вы начнете эту свою деятельность на первом или на втором курсе, это, разумеется, будет весьма-весьма приветствоваться. Такие люди, как говорится, одни из лучших студентов нашего института. И понятно, что вот тогда ваше участие во всевозможных олимпиадах, конференциях студенческих, это ваша дорога. И тут вы будете поддержаны, и это, разумеется, даст некоторые плюсы в вашем резюме, которые вы будете предъявлять будущему работодателю. Возможно, вот то, что называется стажировками, в основном, конечно, в российские вузы, но и в зарубежные. В общем, вузы такие примеры у нас тоже есть, все зависит от ваших способностей и от вашей работы. Посмотрите, пожалуйста, на цифры приема. Тут я, пожалуй, скажу следующее, что, в общем, в этом году прием был несколько увеличен. И поэтому, когда вы посмотрите более подробно на эти цифры, они, конечно, ни о чем не будут говорить. Понятно, что нужно иметь что-нибудь типа среднего балла для поступления, он тут тоже есть. Но ситуация меняется, число мест приема увеличивается, и понятно, что вот эти цифры, они не окончательные. Вы должны осознавать, что ваш рейтинг нужно отслеживать. Он будет периодически обновляться, фактически он будет обновляться с подачи каждого нового заявления. Какие-то общие черты просмотра ваших перспектив поступления можно оценить следующим образом. Люди подают, конечно, в разные вузы свои заявления на поступление, но те, кто уже решил, так сказать, принести документы и дать свое согласие на поступление в университет, в наш университет, на наш институт, они будут выделены жирным, и вы можете оценить свои шансы для поступления, так сказать, зная число мест. При этом понятно, что в последний момент вы можете очень сильно подняться в этом рейтинге, и вот чтобы не потерять вас, позвоните, вот обзвон, мы сами будем вас обзванивать, вы имуете возможность позвонить, и вам объяснят реальную, так сказать, вашу возможность для поступления в соответствии с этим рейтингом. Вот это цифры, которые, в общем, каждый этот битвариент должен знать, некоторые даты, когда начало приема заявлений, когда окончание этого приема, когда, так сказать, окончательная дата, когда вы даете согласие, поскольку вы можете подать заявление в несколько вузов, так вот согласие надо дать там вот, ну, на основном вот этапе зачисления, это вот 3 августа. Такие цифры, пожалуйста, обратите на них внимание, я потом еще дам ссылку на сайт приемной комиссии, в которой вы можете также покопаться и поискать все эти тонкости, ну, или задать вопросы нам либо сейчас, либо вот по тем адресам и телефонам, которые тут будут указаны. Надо сказать, что есть возможность поступления для иностранных граждан из Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, причем на совершенно общих основаниях, так же, как и граждан России. Это большая возможность, рекомендую ей воспользоваться тем, кто видит нас из этих государств. Вы можете воспользоваться вот возможностью более подробно познакомиться со специальностями, которые вы приобретаете на нашем институте, вот на днях открытых дверей, и тут просто тоже важно понимать вот эти даты, 12 мая в 18 часов и 23 июня в 18 часов. Если у вас будет такая возможность, придите, попробуйте понять, что вас ожидает в будущем, если вы закончите наш институт. Вот на этих двух следующих слайдах вы можете посмотреть на контактные данные людей, с которыми вы можете пообсуждать конкретные проблемы, связанные с той или иной наукой. Это вот заведующий кафедрой алгебры и математической логики Мурат Мирзайч Ашланов и заведующий кафедрой матанализа Семен Рафаилович Насыров. Не стесняйтесь, я надеюсь, что эти люди вам с удовольствием ответят на ваши, так сказать, насущные проблемы. Также контактные данные мои, я заведующий кафедрой геометрии, и обходила Фарид Габединович, который заведующий кафедрой теории функции приближений. Здесь их есть имейлы, телефоны кафедральные, так что если у вас какие-то вопросы к ним возникнут, пожалуйста, не стесняйтесь, обращайтесь. Ну и, наконец, последний сайт, сайт, который, в общем, с информацией о сайте для абитуриентов, вот этот admission.pfu.ru, но если у вас, тем не менее, возникнут какие-то насущные проблемы, срочные проблемы, тут также указаны и телефоны, по которым можно позвонить и решить вот-вот совершенно такие необходимые вещи. На этом презентация закончена, и вы можете задавать, наверное, вопросы. Да, и мы, наверное, перейдем к вопросам. Напоминаю, что вы их можете оставлять в комментариях нашей группе ВКонтакте. Ну, первый вопрос звучит так. На каких направлениях вашего института есть бюджетные места? И на всех ли, или на каких-то конкретных? Да, безусловно, бюджетные места есть на всех направлениях. Вот эта табличка, она, собственно говоря, дает представление. Здесь перечислены не только те направления, по которым обучаются наши, так сказать, студенты на отделение математики, но и отделение механики, отделение педагогического образования. Вот эти цифры вы можете здесь видеть. Если у вас будет возможность еще раз посмотреть на эту презентацию, пожалуйста, более подробно смотрите. Хорошо, тогда смежный немного вопрос. Сколько нужно баллов примерно набрать, чтобы попасть на бюджет? И вообще в целом, большой ли конкурс на поступление? Ну, ситуация, еще раз говорю, от года к года меняется. Вот те цифры, которые вы видите, умноженные на 3, дает, так сказать, суммарный балл, который был в прошлом году. Опять же, на все отделения нашего института. Но тут опять комментарий такой. Во-первых, число мест увеличено. Это явно прослеживается в этом году. И кроме того, люди, которые оценивают свои шансы, порой делают это неверно. Если вы не попадаете в какие-то там, вот в рамки поступающих на бесплатное отделение, не стесняйтесь позвонить на факультет. Скорее всего, как это бывает из года в год, часть тех людей, которые явно претендуют на поступление, уходят в какие-то другие вузы, и ваш шанс поступить к нам может сильно возрасти. Поэтому непосредственный контакт с нашей приемной комиссией весьма желательным. Можете по телефону поговорить, связаться по онлайн. С директоратом, наверное, можно даже связываться, да? Конкретно наш институт все-таки лучше с нашим деканатом, не с директоратом. С директоратом. С директоратом нашего института, да, совершенно верно. Хорошо, спасибо. Тогда следующий вопрос. На все ли направления вашего института нужно сдавать профильную математику в едином государственном экзамене? Да, и тут это где-то на слайде уже было видно. Значит, еще раз. В институте математики есть два направления. Математика, то есть наука данных, и математика, и компьютерная наука. Если на математику вы сдаете математику, русский и физику, то на математику компьютерной науки, математику, русский и информатику. Там учитываются баллы именно по этим дисциплинам. Сейчас постараюсь найти. На математику там, по-моему, физика или информатика, насколько я видел. Услан Шитович. Да, коллеги, я вас немножко поправлю. Я все это время молчал. Еще раз представлюсь. Я ответственный секретарь приемной комиссии Казанского федерального университета. И, наверное, первое такое домашнее задание для абитуриентов, поступающих в этом году, это все же ознакомиться с ресурсом, предоставляемым для абитуриентов этого года. То есть это сайт приемной комиссии. На сегодняшний день уже есть утвержденные правила, они были утверждены еще в прошлом году, до 1 ноября. И также план приема. И что касается вступительных испытаний на то или иное направление, по первому направлению у вас есть выборность экзамена на втором уровне экзамена. То есть это математика, основной экзамен профильный. На втором уровне это физика либо информатика. И третий уровень экзамена это русский язык. Ну, главное, что либо, я так понял. Да, да, либо, либо, либо. То есть выборность, она все же присутствует. Все, что касается математики и науки о данных, там без выбора это математика, информатика и русский язык. По количеству выделенных мест, средним проходным баллом, как коллега уже правильно сказал, ситуация из года в год меняется. Нужно правильно и грамотно оценивать свою конкурсную ситуацию, просматривать позиции рейтинговые не только в нашем ВУЗе, но и в тех ВУЗах, где вы подали документы. Еще и основное требование приемной кампании этого года, которое как раз исключает вот этот вот случай подачи согласий других абитуриентов, либо отзывы согласия других абитуриентов в последний момент, подлинник, то есть оригинал документа об образовании, все же должен быть предоставлен в ВУЗ на дату окончания приема согласий о зачислении на бюджетные направления и приема подлинников. То есть оригинал должен быть представлен в ВУЗ. Рейтинговая позиция, она будет ясна несколько ранее, потому что физически переместить подлинник в другой ВУЗ намного сложнее, чем это было сделать в приемной кампании прошлого года, где это делалось в один клик, и буквально на последние минуты от открытых дверей приемных кампаний мы не могли точно спрогнозировать ситуацию по поступлению. То есть в этом году ситуация будет яснее. Самое важное с горячей головой и холодным сердцем, либо наоборот, кому как удобно, просматривать сайты, просматривать свою рейтинговую позицию, здраво оценивать свои шансы. Этап приема, он довольно-таки длинный. Это понятно, что для нас это вещи каждодневные и обыденные, для абитуриентов этого года и вообще для абитуриентов любых поступающих впервые. Это событие значимое и фееричное, можно сказать. Поэтому самое главное определить свои шансы и позиции, определиться с выбором вуза и направления, определиться заранее и следовать этому пути. И обязательно вы придете к успеху. Большое спасибо. Тогда следующий вопрос. За что можно получить дополнительные баллы при поступлении? В целом, наверное, я разделю несколько вариантов получения каких-либо льгот при поступлении. Первое – это, конечно же, прохождение по треку без вступительных испытаний. Это приоритетная волна зачисления, так называемое зачисление без конкурса, без вступительных испытаний. Есть уровни олимпиад. Это Всероссийская олимпиада школьников, профильная по общеобразовательным предметам. И Российская олимпиада школьников. Это на сегодняшний день список из 86 разных мероприятий, проводимых, в том числе и нашим вузом, которые включены в список Министерства образования, дающие приоритетное право на зачисление без вступительных испытаний, либо на приравнивание к наивысшему баллу за профильный предмет, относящийся к предмету по олимпиаде. С этим списком где можно познакомиться? Также домашнее задание, сайт приемной комиссии, правила приема, документы. Этот список представлен уже довольно-таки давно. То есть на сегодняшний день этапы очный олимпиад уже завершаются, поэтому абитуриенты, целенаправленно шедшие к какому-то направлению, либо по треку, уже, я думаю, определились с выбором олимпиад, с выбором профиля. Вернусь, есть возможность поступления без вступительных испытаний, есть возможность получения наивысшего балла по профильному предмету, по профилю олимпиады, но при этом нужно сдать ЕГЭ, на 75 баллов и выше. Это первые два вида таких представляемых льгот. Ну и, соответственно, список индивидуальных достижений, в которые входит несменный документ об образовании с отличием. Это основной вид индивидуальных достижений, за которые ВУЗ начисляет дополнительные баллы. Это 5 баллов дополнительно к получаемым баллам ЕГЭ. Это значок ГТО. В этом году тоже есть изменения. Значок ГТО принимается не только золотой, в этом году и серебряный знак тоже он принимается. Ну и участие, вернее, не участие, а победа в заключительных этапах мероприятий, которые включены в список Министерства просвещения по поддержке и развитию талантливой молодежи. Победители данных мероприятий, которые прошли эти мероприятия в 11 классе, получают 5 баллов, а призеры данных мероприятий получают 3. Максимальное количество баллов, которые можно получить в целом за индивидуальные достижения в рамках Казанского федерального университета, это 10. То есть, если вы имеете стат с отличием и являетесь победителем какого-либо конкурса, включенного в список Министерства просвещения, соответственно, вы имеете максимальный балл за индивидуальные достижения, которые возможно получить у нас. Ну да, возможности есть, главное ими пользоваться все-таки. И о них знать. И вопрос, наверное, опять к вам возник такой. Какие документы нужны для поступления, видимо, более подробно как-то на этом остановиться? И можно ли их отправить по почте? Давайте я, наверное, шире отвечу. Как раз по почте это одна из тем, которую хотел поднять выше, но подниму сейчас. Основные треки поступления вообще во все вузы страны следующие. Это суперсервис поступив в ВУЗ онлайн, то есть портал госуслуги. Это информационные системы ВУЗа. Это очный прием. И это возможность предоставить документы по почте, по посредственному оператору почтовой связи. Наверное, я бы посоветовал абитуриентам этого года выбирать трек поступления через портал госуслуг и через информационные системы ВУЗа. Ну и, соответственно, по остаточному принципу, для того, чтобы не создавать какие-то очереди, либо, как мы раньше привыкли, то, что приемная компания это всегда большое количество абитуриентов. Вот чтобы такого не было, все документы сейчас возможно подать в удаленном формате. Единственное, как я уже сказал, что подлинник документа образования нужно предоставить в ВУЗ. Вот вернусь к трекам. Почему приоритетен трек поступления через портал госуслуг? Потому что все документы, которые будут выданы государством Российской Федерации абитуриенту, будут предзагружены уже в личный кабинет. То есть, по сути, портал госуслуг, такое некое портфолио, и абитуриенту нужно будет только выбрать образовательную организацию и направление, которое он хочет поступать в этом ВУЗе. В этом году в целом трек поступления через портал госуслуг он является, вернее, он находится также в пилотной стадии. Проект уже длится три года, и в этом году он усовершенствован еще больше относительно прошлых лет. То есть, добавлена возможность подтверждения документа образования уже внутри этой системы, подтверждение каких-то индивидуальных достижений тоже уже внутри системы. То есть, как раз вот именно некое такое портфолио, которое предполагает под собой выбор в один клик, в один палец, выбор направлений и подачи заявления также. А иностранные граждане? Иностранные граждане, если они имеют доступ к порталу госуслуг, то, соответственно, тоже могут воспользоваться этим треком. Если нет, информационная система ВУЗа, почный прием, почта. И опять же, продолжение, нужно ли нотариально заверять копии документов? Нет, у нас уже третий год действует упрощенная подача документов. Да и раньше это не нужно было заверять нотариально, то есть, достаточно было заверения приемной комиссии. Вы предоставляете образы документов, если вы действуете через информационные системы, будь то это информационная система ВУЗа, либо это портал госуслуг, то вы предоставляете образы документов, которые требуются для поступления. И, соответственно, приемная комиссия уже вправе запрашивать у сторонних организаций информацию на предмет подлинности. То есть, если это документ образования, то, соответственно, у нас есть система физфордо для проверки документов образования. Если это паспорт, то у нас есть система по ФМС. Если это индивидуальные достижения, то это министерство образования, министерство или министерство спорта. Если это спортивные достижения какие-то были. То есть, взаимодействие и налаженный систем, она совершенствуется с каждым годом. То есть, в целом, вот этот процесс поступления для абитуриентов мы стараемся с коллегами ежегодно улучшать и упрощать для того, чтобы абитуриент думал только о поступлении и о треке дальнейшего развития профессионального. Огромное спасибо за вопрос. Аттестаты могут в электронном виде? Конечно, все документы в электронном виде. Единственное, сам аттестат, сам документ нужно предоставить в ВУЗ очно. В бумажном? В бумажном, да, очно, наручно. Оригинал. Хорошо, тогда перейдем дальше. По какой специальности, более конкретный вопрос, проводится обучение на Мехмате и какой срок обучения? Так, если речь идет о бухгалтериате, то это 4 года. Специальности, вот вы их можете видеть здесь, математика в цифровой экономике и математика и компьютерной науки с профилем наука о данных. Направление математика, профиль математика в цифровой экономике. Да, и направление математика, компьютерной науки, профиль наука о данных. Это речь идет об отделении математики. Ну, если речь идет о других отделениях, то, наверное, есть инсталайфы, которые, так сказать, были записаны представителями этих отделений. Вы можете их найти и посмотреть. Хорошо, тогда вопрос, ваши студенты больше изучают теорию или все-таки прикладные дисциплины тоже есть? Ну, у нас есть и теоретические дисциплины в большом количестве, и прикладные, конечно, дисциплины тоже имеются. Более того, вот мы что-то не упомянули в ходе презентации, у нас в институте есть практики. Практики начинаются буквально с первого курса. На первом-втором курсе летом в июне, в июле, наверное, там проходит практика в течение двух недель, где студенты уже занимаются и программированием, закрепляют, так сказать, те навыки, которые они получили в рамках общих курсов по предметам. Также есть практика по научно-исследовательской деятельности. И на четвертом курсе есть преддипломная практика, в рамках которой эти практики могут проходить как в нашем университете, так и при желании можно пройти на каких-то предприятиях, особенно если студенты устраиваются на работу. Единственное, что это нужно будет все оформить корректно. И, насколько я понимаю, что такая возможность есть, проходить в каких-то организациях, по месту, может быть, даже своей работы, вот кто устроился уже на последних курсах. То есть практики тоже у нас много, практических прикладных дисциплин. Спасибо. А есть ли новые направления в этом году? И все-таки все стабильно осталось, как и раньше? Да нет, пожалуй, сказать, что новые, вот совсем новые направления. Нет, есть, периодически происходят некоторые изменения в рамках тех направлений, которые уже существуют. Можно сказать, что вот совсем новые направления. Ну вот недавно появилось направление геометрии ее приложения в магистратуре. Это направление, вот пока мы приняли только первый поток. Тут я должен сказать, что мы, наверное, мало говорили о магистратуре, но, например, вот когда речь идет о геометрии ее приложения, о магистратуре геометрии ее приложения, тут надо сказать, что она действительно создалась совершенно недавно. И для того, чтобы она функционировала на нужном уровне, мы привлекли ученых из других вузов нашей страны, из Новосибирска, Дубны, МГУ, которые читают часть курсов в рамках этой магистратуры. Так что можно считать, что это действительно для нас новое направление деятельности и обучения. Хорошо. А изучают ли в вашем институте языки программирования? Мы уже об этом говорили, но чуть-чуть подробнее. Конечно, изучаем мы языки программирования буквально с первых курсов и далее в течение всего срока обучения. Студенты обязательно у нас проходят курсы по программированию. И система у нас построена следующим образом. То есть, если на первом курсе наша задача, так сказать, ну, может быть, немножко выровнять студентов, да, потому что в разных школах информатика проходилась по-разному, как ни крути. И наша задача студентов, так сказать, всех подтянуть и познакомить с классическими языками программирования, такими, как, например, C++. Также студенты на первом курсе немного знакомятся в рамках общих курсов по программированию с питоном и веб-программированием. На втором курсе у нас начинается курс объектно-ориентированного программирования, где изучается уже язык в основном C-sharp. Ну и также, ближе к концу учебного года, там есть немножечко, опять же, мы возвращаемся к теме веб-программирования и смотрим с ними такой язык, как PHP, используемый для создания веб-страниц. Также мы с ними разбираем технологии работы с базами данных. На третьем курсе изучаются уже более новые языки, такие, например, как, ну, относительно такой молодой язык котлин, значит, названный, кстати, в честь острова в Финском заливе, да, на котором Кронштадт расположен. И этот вот современный язык, который, собственно, ну, расширяет возможности еще такого известного языка, как Java, тоже вот будет доступен нашим студентам. Также, опять же, у нас есть курсы, связанные с машинным обучением, с нейронными сетями, где тоже приходится программировать на том же Python, например, и курсы по работе с базами данных и так далее. Ну, то есть, много курсов, да, которые связаны с работой с данными, они у нас есть, можно на сайте посмотреть учебный план по направлению, там многие курсы у нас, ну, не многие, там все курсы у нас, которые будут читаться, они перечислены. Спасибо. Вопрос такой, остается ли у студентов время для внеурочной деятельности? Ну, конечно, ну, как же без этого, студенческие годы, это всегда были годы бурной жизни, поэтому не волнуйтесь, студенческая жизнь вас, безусловно, ожидает совершенно наполненная, богатая, со всевозможными конкурсами, со всевозможными... У вас будет куратор, вы сможете там в группе общаться, в общем, не волнуйтесь, как обычно, студенческая жизнь. Казанский университет, есть Казанский университет, традиции студенческой жизни тут достаточно богатые, все будет хорошо. Спасибо. И, опять же, мы говорили об этом, но более подробно, может, где работают ваши студенты, вот, ну, может, конкретики немножко. Ну, студенты у нас работают, на самом деле, много где. Вот, когда презентацию мы показываем, может быть, сейчас вот еще раз слайд, да, может быть, видно будет. То есть, наши студенты, они востребованы в очень разных организациях, там, где требуются аналитики, математики. Часто наши студенты устраиваются в банки, на предприятиях, которые занимаются разработкой программного обеспечения, да, вот я уже перечислял, в ходе презентации, это и Барскрупп, ICL. Страховые компании. Да, то есть, там, где нужна математика, там, где нужно программирование. Ну, это вот, если говорить о устройстве по специальности, но, в принципе, наши студенты, они подготовлены хорошо. Умные люди, на самом деле, нужны в любом бизнесе. Есть примеры, ну, не знаю, вот моих выпускников, которые, там, работают в ТЕЛЕ-2 директорами по тому или иному направлению, не знаю, в банках, да даже вот в арбитражном суде, я говорю, у меня есть выпускница, которая, и там тоже может приложить свои знания, потому что, там, например, есть проблемы, связанные, там, с обучением новых сотрудников, которые, там, и это тоже некоторая математическая задача, которую, так или иначе, нужно решать, и наши выпускники, в общем. И еще раз повторяю, умные люди, а математика, это, безусловно, уважаемая такая дисциплина, которая ценится работодателями, так что работа будет, не пропадете. Спасибо большое. Вопрос про второе высшее образование. Есть ли возможность в вашем институте получить его просто? Ну, наверное. Наверное, тоже отвечу я. Такое понятие, как высшее образование, наверное, в нашем государстве, оно, второе высшее образование, оно, мне кажется, ушло на второй план. В целом, модель образования высшего выглядит сейчас следующим образом. Это бакалавриат и дальше продолжение, вторая ступень высшего образования, это магистратура. Если же все-таки хочется, ну, непреодолимое желание пройти, пойти опять на скамью с первым курсом и получить все же второй диплом, ну, есть, мне кажется, более интересные и более как-то современные методы по получению образования в целом. И вот сейчас вы в целом задаете вопросы, все же, что такое математика и где она применяется, где работают выпускники. И у меня, у самого образования, информатик с аналитик, то есть с уклоном больше в математику. И так как это мне близко, я, наверное, свое немножко мнение скажу, что математика – это фундамент в любом случае. Есть даже, может быть, такое негласное понятие, ну, по крайней мере, раньше оно было, чисто и программисты могут обидеться, что математик может стать программистом, а программист математиком не всегда. Поэтому все-таки математический факультет – это фундамент, это основа. Дальше, как будет проходить ваша творческая и профессиональная карьера, все зависит только от вас. Может быть, на этапе окончания вы захотите печь пироги, и у вас это будет замечательно получаться с применением вот тех знаний, которые вы получите на этом факультете. Поэтому все сугубо индивидуально, но однозначно это хороший фундамент. Это, можно даже сказать, лучший фундамент для любого дальнейшего профессионального развития. Будь то это аналитика, будь то это кардинальный уход в какие-то гуманитарные науки, это социология, психология и прочее, все это применимо, все это коррелируется и все это взаимосвязано. Спасибо большое за такой ответ. И мы уже поговорили о бакалавре, магистратуре. Вопрос про аспирантуру. Какой период обучения в аспирантуре заочно и какой график обучения интересует? Обучение в аспирантуре пока 4 года, нет заочной аспирантуры. Хотя тут это понятие относительное. Аспирантура это дело индивидуальное. Поэтому понятно, что многие наши аспиранты еще и работают. И в этом смысле очная и заочная аспирантура это какие-то понятия не совсем корректные. Нет, у нас нет понятия заочной аспирантуры, но сама очная аспирантура, она в общем достаточно такая свободная. Хотя, наверное, вы должны... Но там есть обязательные курсы, конечно. Да, там есть обязательные курсы, и по крайней мере на первом курсе аспирантура вы должны обязательно быть здесь и сдать какие-то общие предметы. Но я еще раз повторяю, что аспирантура это дело более индивидуальное. Во-первых, человек должен найти до поступления, судя по всему, в аспирантуру себя научного руководителя. И это, в общем, главное. И это как раз и определяет вот эту индивидуальность, определяет тему ваших дальнейших исследований, кстати, вашу специализацию. Ну, вот так это все и выглядит. Понятно, что аспирантов у нас не очень много, но в общем это такие люди, которые... Ну, у нас есть совет? У нас есть, а у нас есть не один совет, у нас есть совет по алгебре и математической логике, есть совет по матанализу и геометрии. В общем, это связано с направлением научной работы наших преподавателей, вот, так сказать, поэтому такие советы и существуют. Давайте под конец тогда такой вопрос заключающий. Еще раз повторим, куда обращаться абитуриентам, где искать информацию, звонить, искать связь и более подробную информацию. Так вот, пожалуйста, главное, это, конечно, сайт... Ну, давайте, попробуйте вы. Да, главное, это, наверное, сайт приемной комиссии в целом. Основной момент, приемная компания распахнет свои двери для абитуриентов этого года 20 июня. Ну, а за остальную информацию, как я уже сказал, некое домашнее задание придется, наверное, обратиться к нашему сайту, к нашему ресурсу. В целом, к любому ресурсу, который относится к приему этого года, то есть официальному ресурсу и официальному сайту ВУЗа. Потому что сроки, они предопределены, они абсолютно одинаковы у всех, что касается приема в бакалориат, специалитет, магистратуру в рамках бюджета Российской Федерации. Для иностранных граждан, вот мы немножко опустили эту тему, прием уже ведется, то есть с 1 марта у нас ведется прием документов от иностранных граждан. Первая серия вступительных испытаний для вот этой категории поступающих у нас будет в мае, 16 числа. График вступительных испытаний также будет у нас позже утвержден и вывешен. Но, опять же, повторюсь, 20 июня приемные компании по всей стране раскрывают свои двери. Наверное, мы будем, не наверное, мы будем очень рады видеть абитуриентов, если все-таки они решат обратиться к нам. Также на ресурсе будут вывешены телефоны горячей линии, это номер 8800, как правило, он определяется уже ближе к приемным датам. Ну и всегда можно обратиться по тем телефонам, которые сейчас расположены там, что касается приема, что касается направлений подготовки, кем вы будете, чему вы будете учиться, как. Это уже нужно обращаться, мне кажется, непосредственно в деканаты и кафедры тех институтов, которые вы хотите, кафедры тех направлений, которые вы хотите выбрать для своего обучения. Я хотел бы добавить, что начиная вот с этого 20 июня, вот у нас, как правило, это происходит в мраморном зале второго корпуса, сидят люди, которые могут вас лично проконсультировать по этим вопросам. То есть если вам недостаточно той информации, которая расположена на сайте, можете прийти лично и посоветоваться с нашими людьми, которые уже давно работают на факультете, которые могут вам помочь, которые помогут вам сделать в конце концов выбор в том или ином направлении, оценить ваши шансы и, что называется, лично поговорить. Это иногда бывает полезно. Ну и перед тем, как попрощаться, все-таки даю вам слово, заключительное. Вот мой коллега уже сказал замечательную фразу, я тоже пытался ее произнести. Математическое образование – это действительно фундамент для много... Это непростая специальность. Собственно говоря, в школе вы, наверное, уже могли оценить, что такое математика. И если вы будете учиться и дальше в этом направлении, то я вас уверяю, ваши способности в дальнейшем реализовать себя в той или иной карьере, безусловно, повыщатся. Поэтому это точно хороший фундамент для дальнейшей жизни. Большое спасибо, хочется сказать вам, что вы пришли сегодня. А меня зовут Екатерина Буранова. До новых встреч.